Всем привет, с вами Председатель. И сегодня мы попробуем детально рассмотреть Тульский Кремль. Кто же его делал? Наши мастера или итальянские зодчие фрязи, как и Московский Кремль? Сравним его как раз и с Московским, и с Коломенским, и с Нижегородским Кремлями. Но вот что мне лично непонятно. Тульский Кремль как укрепление или крепость входил в состав так называемой засечной черты или засечной линии. На южных и восточных границах русского царства для защиты от якобы Крымско-Ногайских набегов. Но обратите внимание на расположение Тульского Кремля и вообще города Тулы. Ведь как нам говорят историки, именно от Кремля начал разрастаться город. Кремль стоит на противоположном берегу реки Упы, то есть спиной к тем же крымским татарам. А река Упа, как ров или дополнительное препятствие, находится как раз со стороны Москвы. Если бы еще это строительство как-то было мотивировано высоким берегом, так нет. Кремль находится чуть ли не в самом низком месте, что, согласитесь, совсем не характерно для таких построек. История Болотникова этому в подтверждение. Ну что ж, давайте попробуем в этом разобраться. Ну, я думаю, вы уже обратили внимание на мой новенький рюкзак мятного цвета. Это все тот же мой любимый бренд XD Design, который выпускает суперудобные городские противокражные рюкзаки. И вот уже за моей спиной новинка – рюкзак Bobby Soft. У бренда много моделей на любой вкус, сегодня я вам покажу свой новый рюкзак Bobby Soft. Ну, во-первых, мягкий корпус из плотной водонепроницаемой ткани. Он выглядит компактным и органично смотрится на спине. При этом рюкзак достаточно вместительный. И имеет два варианта объема – 13 и 16 литров. Благодаря хитрой системе молний вы можете сократить или увеличить размер рюкзака в зависимости от текущих потребностей. И смотрите на молнии – специальная застежка, которая не позволит незаметно для владельцев скрыть рюкзак. Ведь у меня там ноутбук диагональю 15,6 дюймов. И вот такие скрытые молнии и карманы защитят вас от кражи. Отличный вместительный карман на спинке рюкзака с RFID защитой. Карман для проездного или карты прямо на левой лямке рюкзака. Я выбираю рюкзаки только с внешним USB портом, чтобы подзаряжать свои гаджеты на ходу. А внутри рюкзака есть съемный карабин для ключей. Ну и между прочим, компания XD Design заботится о сохранении природы. Поэтому рюкзак Bobby Soft сделан полностью из переработанных материалов. Об этом говорит Бирка. Причем рюкзак можно выбрать среди множества стильных цветов. Он подойдет как и мужчинам, так и женщинам. Но главное, остерегайтесь подделок. Покупайте только у официального представителя XD Design в России в интернет-магазине xddesign.ru. Где на сайте как раз и начались сезонные скидки до 20%. А по промокоду председатель вы получите дополнительную скидку 25% на все рюкзаки и сумки. Историки утверждают, что Тульский Кремль был построен в начале 16 века по указу Василия III, деда Ивана Грозного. Итальянские мастера Фрязи закончили строительство Московского Кремля и отправились строить Тульский. Но это не точно. Нет конкретного имени архитектора, строителя Тульского Кремля. То ли это были итальянские Фрязи, то ли наши русские мастера. В общем, дискуссии среди историков ведутся. Ведь на Тульском Кремле мы видим точно такие же ласточкины хвосты, как и на Московском. Тула раньше не входила в Московию, ну или в Московское царство. А вот как вошла, прям вот с начала 16 века, так там и началось строительство. До этого, как нам говорят, в Туле было городище на реке Тулица. Но по стратегическим соображениям крепость была перенесена на нынешнее место. Вот есть план крепостей Тулы 1849 года. Мы к нему будем периодически прибегать. И вот на этом месте мы можем видеть древнее Тула, городище. На островке. Сейчас тут находится оружейный завод. А Кремль переехал недалеко, вот сюда. Кстати, на этом плане Кремль выглядит как цитадель. То есть крепость внутри крепости. Да, историки так и говорят. Вокруг Кремля был острог. Он обозначен буквой С. А острог, или дубовая крепость, построена в 1509 году. Ну, видимо, дубов в окрестности Тулы росло очень много. Площадь этой крепости превышала Тульский Кремль в 10 раз. Ну, если смотреть на план, не совсем понятно, почему городище, древняя крепость, переехала на нынешнее место. Нам говорят, что оно было менее затопляемо. Но это лишь слова. Если мы откроем карту Google Earth, найдем Тулу, вот река Упа, на которой стоит этот город, мы можем посмотреть высоты. Относительно уровня моря. Да, кстати, карту рек для нас прорисовал Алексей Заяц, за что ему большое спасибо. И вот, смотрите, я передвигаюсь по шкале, а стрелка показывает это все на местности. Ну, и мы видим, что особой разницы между старым и новым местом нет. Меня удивляет другое, почему вообще строили Кремль в низине. То есть все замки, крепости строят на каких-то возвышенностях. И это стратегически оправдано, чтобы с возвышенности контролировать близлежащую местность. Всегда самые ожесточенные бои на войне ведутся за высоты. А тут наоборот, крепость решают сделать в низине. Уже странно. Будь это какой-то завод или мануфактура, которая должна стоять на реке, это было бы оправдано. Рядом река, на которой можно поставить водяные мельницы, или от реки вырыть канал, который проходил бы по территории этого предприятия. Это было бы оправдано. Но ставить крепость в низине и говорить, что это так задумано... Вот посмотрите небольшую анимацию о постройке Тульского Кремля, где говорится, что место было выбрано не случайно, и со всех сторон оно было прикрыто естественными преградами. Непроходимые леса, река и болото. Вы видите, ржавская гать. То есть Санкт-Петербург не первый город, который был построен на болотах. Вот, пожалуйста, Тула. Но аниматоры нам почему-то рисуют только небольшой квадратный Кремль, то есть цитадель. Протяженность стен 1 километр. Площадь 6 гектар. Я вам скажу, не самый большой Кремль. Но при этом и не самый маленький. О самом маленьком я расскажу вам в следующий раз. Но почему же аниматоры не рисуют дубовый острог, который был в 10 раз больше? То есть его площадь была 60 гектар. И его западные стены, вот если сравнивать с этим планом, практически стояли на болотах. На вот этой вот самой ржавской гате. Внутри острога на болотах стоят церкви, ну вот под номером 40, например, Пятницкая церковь с кладбищем. А еще западнее, так вообще поселение, Фроловская Слобода. С церковью Флора и Лавра. Как нам говорят, 1790 года постройки. Эта церковь, кстати, сохранилась и по сей день. Но интересно следующее, что кроме письменных документов нет никаких археологических подтверждений, что древнее городище было именно на этом месте, на острове, где сейчас находится оружейный завод. Ну, согласитесь, город обычно строился на высоком берегу реки. На низком же были заливные луга, где можно было прекрасно заниматься земледелием. То есть ни как крепость, ни как поселение это место не подходило. На бумаге-то можно написать все, что угодно, но куда деться от половодья и паводков? То есть каждую весну при таянии снега город уходил под воду. Ну, видимо, жители терпеливо ждали, когда спадет вода, чтобы приступить к своей обыденной жизни. Ну, как говорится, Бог терпел и нам велел. В общем, сколько бы не было противоречий среди самих историков по поводу того, что здесь невозможно было бы селиться людям, они все равно все сходятся на том, что Тула была стратегически важным местом, через которое татары шли на Москву. Даже Куликовская битва по официальной истории была где-то здесь, в Тульской области, на слиянии рек Дон и Непрядва. Кстати, совсем недавно я делал видео, в котором и рассказывал стратегическое значение реки Непрядва, где, как нам говорят, была Куликовская битва, и стратегическое значение реки Угры, на котором было стояние русских и татарских войск. Подсказка на это видео у вас появится в правом верхнем углу экрана. Итак, что мы имеем? Якобы особенность Тульского Кремля – это расположение его в пойме реки Упы. То есть он находится внизу, окруженный склонами. И даже, как нам говорят, само название Тула – якобы затулиться, спрятаться. И это, я вам скажу, было смелое решение, ведь все остальные Кремли – Московский, Новгородский и многие другие – стоят наоборот, на возвышенности. А тут якобы реки Упа и Тулица прикрывали подход Кремлю с северо-востока, река Хомутовка – с юга-востока, Оржевская гать – с юга-запада. Строился Кремль, как нам говорят, в три этапа. В 1507 году его стали возводить из камня, но в связи с активацией крымских татар строительство в 1509 году приняло иной характер. Вместо камня городовые мастера стали применять дерево, что дало им возможность осуществить постройку в более короткий срок. Тут, конечно, можно спросить у строителей, что делается быстрее – кирпичная кладка, ну, естественно, с добычей глины, обжигом кирпича, либо валка и обтесывание деревьев, и установка частокола. Но, как вы сами понимаете, деревянная крепость не могла быть надежной опорой от таких вот частых набегов татар. И в 1514 году внутри вот этой вот большой дубовой крепости начали строительство нынешнего Тульского Кремля, ну, или каменной крепости. И вы знаете, действительно каменной, ведь нижняя часть стены и башен Тульского Кремля выполнены из белого камня, а верхняя часть – из красного кирпича. Для чего так делалось? Ну, давайте мы разберем чуть позже. Итак, в 1514 году начали, в 1520 году закончили. Всего за 6 лет возвели 9 башен и километр крепостных стен. Кто возводил, так и неизвестно. То ли итальянские фрязи, то ли русские мастера, а то ли, взявшись за руки, вместе. У историков дискуссия по этому вопросу продолжается. Сверху мы прекрасно видим, что Тульский Кремль имеет форму правильного четырехугольника. И здесь его, кстати, можно сравнить с замком Сфорца, по образу которого, как нам говорят, был сделан московский Кремль. Так вот, в итальянском замке Сфорца в Милане протяженность каждой стены 200 метров. Он такой прям квадрат-квадрат. Круглые угловые башни и центральные проездные ворота расположились в башне Филарета. В Тульском Кремле, конечно, башен побольше. Их целых девять. Круглые угловые башни это Никитская башня, Спасская башня, Наугольная башня и Ивановская башня. Центральные башни квадратные. В них располагаются ворота. Как говорится, на все четыре стороны. Адаевские ворота на север, Пятницкие на запад, Ивановские на восток, ну и Водяные ворота. Нам даже по названию говорят, что это выход Купе, к реке. То есть на юг. И единственная квадратная башня, которая не имела ворот, это башня на погребу. Она тоже находится на юге, со стороны реки. Странно, что ее не назвали арсенальной. Историки нам говорят, что в ней хранили оружие и порох. Но при этом называли это не арсеналом, а погребом. Но в погребах-то обычно хранятся какие-то запасы, будь то зерно или овощи. Но историки нам ни разу не говорят, что Тула строилась как какое-то торговое место. Нам четко говорят обратное, что Тула это только стратегический объект, так сказать, южный гарнизон, защищающий Москву от набега крымских и нагайских татар. Которые, естественно, Тулу обойти не могли, так как просто поставили этот город на том месте, где эти татары всегда и ходили. Прямо на их протоптанной дорожке. Кстати, у этой дорожки есть тоже свое название. Муровский шлях. И вот он идет прямо от Перекопа, то есть от Крыма, до Тулы. Ну и, естественно, протоптать новый путь было невозможно. Тула прям стала таким камнем преткновения. Делать нечего, татарам теперь приходилось брать Тулу, прежде чем попасть в Москву. Справа болото, слева непроходимые леса, а на пути Тульский Кремль. Ну, татары, что с них взять? Одним словом, кочевники. Кстати, как-нибудь нужно сделать ролик про крымских татар и генуэзские крепости в Крыму. Что же их связывает? Ну, мы помним, сколько войн было за Крым, но про стратегическое значение Крыма нам не говорят. А я уже неоднократно говорил, что все войны ведутся за рынки. Из чего бы там находились генуэзские крепости? Ну, не буду смешивать темы, давайте об этом поговорим как-нибудь отдельно. Историки почему-то намеренно игнорируют речные дороги, речные пути, как основные торговые пути. Нам почему-то рисуют какие-то сухопутные дороги. Но если мы начнем это рассматривать с точки зрения логистической теории цивилизации, ссылку на Игоря Грека я оставлю внизу, в описании под роликом, то все сразу встает на свои места. Все вопросы, почему, сразу сами собой отпадают. Вот смотрите. Нам говорят, что Тульский Кремль это памятник оборонного зодчества. Это укрепленный южный пограничный рубеж московского царства, Московии. Входил в так называемую засечную черту, или засечную линию. Ну и вот на этой схеме показано устройство засеки. Вот так ее якобы строят. Как вы понимаете, колючей проволоки в те годы еще не было. А вот рабочей крестьянской силы было хоть отбавляй. И вот посмотрите на карту засечная черта московского государства в 17 веке. Деревьев, я вам скажу, было повалено немало. И Тула, как мы видим, находится прямо по центру этой засеки. Через Рязань якобы татарам обходить не хотелось. Шли, так сказать, на пролом. Ну, тем более, и дорога протоптана. Но я замечу, Тульский Кремль ни разу не был захвачен. Из летописи нам известно об осаде Тулы войсками Девлет-Гирея. Летописный лицевой свод нам рассказывает про то, как в 1552 году Иван Грозный собрался уже брать Казань, а крымский хан решил обхитрить Ивана Грозного и напасть на Москву, пока русские войска были бы далеко у Казани. Но, как ни странно, Тулу они не прошли. Почему? У меня, честно говоря, нет ответа. Историки уповают на храбрость и самоотверженность тульского народа. Девлет-Гирей привел к стенам Кремля огромное крымско-татарское войско. Свыше 30 тысяч человек. Ну, это если доверять Карамзину. Представляете, 30 тысяч человек на один небольшой Кремль. Девлет-Гирей привез с собой артиллерию, которую ему подарил султан Сулейман Великолепный, правитель Османской империи. Также от Сулеймана Великолепного под Тулу пришли многочисленные отряды турецких янычар. Это уже, если верить Соловьеву, в его истории России с древнейших времен. И город осадили. То есть, обложив город со всех сторон плотным кольцом осады, татары и турки начали готовиться к приступу. Мне только непонятно, зачем, ведь главной целью у хана Девлет-Гирея была Москва. Зачем вообще на Тулу нужно было тратить время? Если они смогли обложить город со всех сторон, то есть, могли зайти в тыл Тулы, оставить ту же артиллерию, какие-то небольшие отряды, которые могли контролировать этот город, а основными силами продвинуться дальше к Москве. Тем более, у татар не было никогда цели захватить эти города и остаться в них. Нам рассказывают, что они всегда грабили население и уходили обратно в Освояси, набрав золото и рабов. Осада же это всегда долгое мероприятие. В общем, я не знаю, чего они добивались. Ну хорошо, я не военный стратег. И так получается, что и Девлет Гирей был не военным стратегом. Вот спустя 50 лет, когда в Тульском Кремле находился Иван Болотников, этот Кремль осаждала армия Василия Шуйского. Причем тоже его взять бы не получилось, если бы не одна хитрость. Представляете, 4 месяца осаждали город, а Шуйский, как нам говорят, имел не 30, а аж 40 тысяч в своей армии. Но неприступный Тульский Кремль так и не смог взломать. Пришлось брать город хитростью. Они просто перекрыли плотиной реку Упу ниже города, и все Тула оказалось затопленной. Припасы пороха были испорчены, как, собственно, хлебные и соляные запасы, которые хранились в погребах. В Туле начался сильный голод, что и, собственно, заставило открыть ворота. 50 лет назад татары почему-то до этого не додумались. А теперь давайте посмотрим вообще на стены Кремля. Ну, ей-богу, они же низкие. Это даже не Коломенский Кремль с его огромными стенами и башнями. И не Московский, о котором я сделал уже 9 фильмов. И помните, как я вам читал, когда тот же Девлет Гирей, но спустя 20 лет, в 1571 году, практически уничтожил Московский Кремль. Московский Кремль, который считали неприступным, аналогов которого не было во всей Европе. Ну, давайте вспомним, что я читал о Московском Кремле у Бартеньева. Московский Кремль в старину и теперь. Так вот, 24 мая хан подступил к Москве, но вместо нападения татары зажгли загородье во многих местах. Внезапно поднялся вихрь и огненное море широкой волной залило весь город. Все небо окутали облака дыма, крутящегося с таким шумом и треском. Что казалось, как говорит один англичанин, очевидец события, ну, англичане вообще хорошие очевидцы, будто само небо рушится на землю. Тушить было немыслимо. Народ и войны без памяти выскакивали из домов, откуда они собирались поражать татар, искали спасение от огня, задыхались, в тесноте давили друг друга, бросались от пламени в реку и там тонули. Множество народу устремилось в Кремль, надеясь там за высокими стенами спастись от нестерпимого жара. Обезумев, люди теснились к его входам, давили друг друга, ходили по головам других, достигали ворот, но находили их запертыми и гибли, задыхаясь от дыма и пламени. Но и в Кремле церкви каменные от жара исседались, а в государевых палатах грановитой и проходных прутья железная толстая, что кладена крепости для насвязки, перегорела и перелопалась от жару. Люди прятались по погребам, но и там задыхались. Так погиб князь Иван Дмитриевич Бельский. И них же княгинь и боярынь и всяких людей, кто может исчезти. Флетчер говорит, ну, видимо, это тот англичанин, что всего сгорело и было задавлено до 800 тысяч человек и более. Ну, просто нужно поинтересоваться, какое было население Москвы в конце 16 века. Что-то цифры какие-то нереальные. А вот Элерт Краузе так описывает это событие. Сначала татары все домы грабили, людей побивали и проникли было до самого Кремля, но от пламени и от нестерпимого жару принуждены были отступить. Пожар же был таков и сопровождался по воле Божией такой сильной бурей с молнией, но без дождя, что все люди, очевидцы этого явления думали, что пришел конец света. Вот интересно, молния была от пожара? Как вообще этот Краузе связывает эти вещи? Или молния так, для красного словца? Ведь мы понимаем, что если бы молния была с дождем, то и пожара бы, собственно, и не было. Дождь этот пожар, ну, хоть как-то да приостановил бы. В общем, и сам хан татарский до того испугался, что удалился в стан, а потом и самый стан перенес подалее. В продолжении трех часов Москва выгорела так, что не осталось даже обгорелого пня, которому можно было бы привязать лошадь. Огонь коснулся порохового погреба. От взрыву погибло остальное. Взлетела крепостная стена на протяжении 50 сажень. Это более 100 метров. А вот здесь вообще потрясающе. Смотрите, и все городские ворота проломы завалили под недостатку дерева мертвыми телами. В этом пожаре погибло более 120 тысяч человек. Ну, видите, цифры как разнятся 800 тысяч и уже более 120. Ну, в принципе, 800 тысяч это и есть более 120 тысяч человек. Не менее, во всяком случае. Так вот, погибло более 120 тысяч человек, имена которых известны, не считая женщин, детей и поселян, сбежавшихся со всех сторон в столицу. Все они или задохлись, или утонули, или были побиты. Вообще, описание этого события всегда останется ниже действительности. И кто его не видал собственными глазами, не поверит всей ужасной крайности бедствия. Вода реки Москвы, протекающей почти посередине города, сделалась теплой от силы пламени и красной от крови. А Девлет-Гирей с Воробьевых гор наслаждался бедствием врага, затем ушел, уводя множество добычи и пленных. В общем, ужасы, да и только. Другой вопрос, как Девлет-Гирей смог пройти к Москве, минуя Тулу? Ведь еще 20 лет назад этого сделать было невозможно. Ну, засечная черта и все такое. Значит, все-таки неприступный Тульский Кремль как-то можно было обойти? Ну что ж, тогда ему придают такое большое значение? Ну, если сравнить тот же Коломенский или Московский Кремль, или Нижегородский, или ту же Смоленскую крепостную стену. Тульский Кремль проигрывает по всем показателям. Где в Коломенском Кремле высота стен 21 метр, в Тульском всего 5. Ну, во всех путеводителях пишут высота стен до 10 метров. Ну, а что такое до 10? То есть, где-то 5, где-то 8, где-то 10. Также и с толщиной до 4 метров, а где-то и метр. Ну, и высоту считают с вот этими вот ласточкиными хвостами, которые, как вы видите, составляют одну треть от высоты этих стен. Да и само расположение Тульского Кремля для тех же крымских татар было очень удобное. Река Упа находилась за Кремлем. То есть, она не была преградой. То есть, можно было бы даже предположить, что Кремль строили для обороны от Московского государства. И вы знаете, в переломном 1605 году, в так называемое Смутное время, якобы в Тульский Кремль пребывает Лжедмитрий, и Тула на две недели превращается в псевдо-столицу русского государства. Удивительно, именно сюда, в Кремль, приезжают присягать на верность самозванцу бояре, дворяне, казаки и прочие служивые люди. А в дальнейшем, как я вам уже говорил, Тульский Кремль стал последним оплотом Ивана Болотникова, предводителя так называемой Крестьянской войны. Почему-то историки не акцентируют внимание, что было противостояние Москвы и Тулы. Я тут нашел несколько старых фотографий Тульского Кремля. Вот, например, Ивановские ворота, или, как тут написано, башни Ивановских ворот Кремля в 1980 году. Обратите внимание на стену справа, никаких зубцов в виде ласточкиных хвостов нет. А вот те же самые ворота только в 1912 году. Мы видим достаточно плачевное состояние башни и тоже никаких зубцов. А вот смотрите набор открыток 1913 года. Кремлевский сад. Он, кстати, был открыт в 1837 году. А еще этот Кремлевский сад также называли Александровским садом. Ничего не напоминает? Ну, конечно, Александровский сад около Московского Кремля, который строился чуть раньше, но также в 19 веке с 1819 по 1823. И что интересно, изначально Московский Александровский сад назывался Кремлевским. Из этого же набора открыток 1913 года общий вид Тулы. Башни стоят без крыш. Выделяется только башня Адаевских ворот. Но как и в Московском Кремле вся готика была сделана позже, так и в этом случае в 1784 году во время первого капитального ремонта Кремля башня Адаевских ворот получила вот эту вот надстройку в виде вышки с куполом и шпилем с орлом. Кстати, очень похоже на надвратную церковь. Если шпиль с орлом заменить на крест, я думаю, все будут проходить и креститься. Дальше открытки 1913 года. Вид на Кремль с запада, то есть со стороны оружейного завода с острова. Тут на переднем плане можно заметить храм в стиле классицизма, эдакий Исаакиевский собор Тульского разлива. Ну или Казанский собор. Так это и есть Казанский собор. Храм Казанской иконы Божьей Матери. К сожалению, до наших дней не дошел, был разрушен в 1929 году. Ну а вот уже вид на реку. Мы видим, что эта часть Кремля была в полном распоряжении Тульского оружейного завода. На реке стоят какие-то инженерные сооружения, ну и вообще можно видеть, что река была более полноводная, чем сейчас. Вот, кстати, вид со стороны реки. И обратите внимание на зубцы стен Кремля, на так называемые ласточкины хвосты. Тут просто прямоугольники с бойницами. А вот еще что я нашел в архивных документах. Это паспорт реставрационных работ 1960-70-х годов. Кому интересно, я оставлю ссылку на него в описании. Там есть интересные архивные фотографии, которые я вам сейчас покажу. Ну и описание самих реставрационных работ. Вот, смотрите, перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. В 1787 году был произведен капитальный ремонт. Во время ремонта башни были снижены. Над стенами была устроена односкатная деревянная кровля. Для этого стесали внутренние части зубцов. В таком виде стены дошли до наших дней. В 1841 году была сделана побелка, а в 44-м расширены ворота водяной башни. У меня, честно говоря, не было времени детально ознакомиться с этим документом, я лишь рассмотрел фотографии. Спешил быстрее выложить вам ролик. Если интересно, ознакомьтесь с этим документом. И интересные вещи можете написать в комментариях. Или, если вам удобно, сразу мне на почту. Ну, а вот фотографии. Адоевская башня, ремонт, 1958 год. Стена между ней и Спасской башней. Пятницкая башня. Стена между Пятницкой и Спасской башней. Видите, в каком состоянии зубцы. Ну, и дальше уже фотографии не подписаны. Возможно, это и есть Спасская башня. В общем, что ни говори, состояние Кремля в 1960-е годы было очень печальным. Но это не помешало внутри Кремля сделать стадион. Да, представляете, стадион, зенит от оружейного завода. То есть, тут играла заводская команда. Ну, и вот на схеме можно посмотреть, как располагался стадион. Опять соседство стадионов и крепостей. Возможно, стадионом хотели что-то скрыть. Но в любом случае, кто бы что не говорил, что Тульский Кремль полностью новодел, это не так. И вот эти вот старые фотографии, которые я вам показал, этому доказательство. Да, его отреставрировали. Верхние части башен, стен, те же зубцы были сделаны заново. Но новоделом я бы это не назвал. Так вот, на что я хочу обратить ваше внимание? Это белокаменный низ и кирпичный верх Тульского Кремля. А вот здесь есть интересная реконструкция, где мы видим, что даже кладка неровная, я бы сказал, даже хаотичная. При этом белая кладка есть и в стенах, и в башнях. То есть, мы четко можем сказать, что основание этой крепости белокаменное. Историки нам говорят, что так и строили. То есть, такой и был замысел сначала поставить башни из белого камня, потом продолжить строительство кирпичом, причем нам говорят, что сначала были построены башни, а только потом были построены стены. И я лично не понимаю, для чего комбинировать эти материалы. Ведь у каждого материала разная усадка. Возможно, здесь когда-то и была древняя белокаменная крепость. Или так, руины древней белокаменной крепости, на которой возвели новые стены из кирпича. Сделав наконечники стен в виде ласточкиных хвостов, подарили этому месту новую историю. Я еще раз хочу сказать, что Тула везде упоминается как оборонный стратегический объект, но нигде как торговый. И мне очень странно, почему? Ведь Тула находится между бассейнами рек Дона и Аки. И вы не смотрите на то, что сейчас река Упа выглядит совершенно несудоходной. Сейчас множество рек в таком состоянии. Это все из-за водохранилищ, которые и собирают основную массу воды. Если шлюзы открыть, вы увидите, как из несудоходной Упа превратится опять в судоходную реку. А сдерживают Упу, кстати, вот это вот Щекинское водохранилище, которое построено в 1950 году с целью охлаждения воды, используемой системой водоснабжения Щекинской ГРЭС, которая явилась градообразующим предприятием у рядом стоящего города Советск. Давайте я вам покажу наглядно. Спасибо Алексею Зайцу, опять воспользуемся его картой рек. Кстати, ссылку на его ролик, где можно скачать эту карту, я оставлю в описании под видео. Сейчас наглядно мы увидим всю стратегическую значимость города Тулы. Вот река Ака, а вот Дон. Две крупные реки, две крупные торговые артерии. И Тула находится прямо по центру этих двух артерий. А соединяются они с одной стороны, со стороны Аки, как раз рекой Упой, на которой стоит Тула, а с другой стороны рекой Шат. И вот, кстати, смотрите, Шатское водохранилище. Сейчас мы видим, что Дон берет свое начало в Новомосковске. И вроде бы как не соприкасается с рекой Шат. Мы можем предположить, что здесь был когда-то Волок, но на самом деле здесь никогда Волока не было. Смотрите, Иван озеро. Так называется село в Тульской области. Удивительно, название осталось, а само озеро куда-то делось. Ну, чтобы вы понимали стратегическую важность этого водного пути, это путь из центра России к Черному морю через Азовское. Давайте обратимся к Михаилу Дмитриевичу Чулкову и его книге «Историческое описание российской коммерции». Дон река, вершина ее недалеко от Тулы из Ивановского озера. И вот еще Иван озеро Московской губернии в Тульской провинции, из Коева проистекает река Дон. И вот тут даже дальше говорится, что при государе-императоре Петре Великом было намерение, чтобы из сего озера провести в реку Упу канал, но онное не совершилось. Речь идет об Ивановском канале или Ивано-Озерском. И это, как нам говорят, был первый известный опыт строительства судоходного гидротехнического сооружения в России. То есть, как мы видим по рекам, Тула более торговый город, нежели оборонный, стратегический. И я думаю, с этой точки зрения нам следует его рассматривать как плацдарм для войск Лжедмитрия и предводителя крестьянской войны Ивана Болотникова, о которых мы обязательно поговорим в дальнейшем. Ну, а я думаю, что все уже давно поняли, что экологически чистая русская одежда предсельмак только из натуральных тканей, благодаря их уникальным свойствам, полезна для здоровья. Ну, и, конечно, льняные волокна стали самыми модными в наших изделиях высокого качества. Рубашки с прямым воротом и косоворотки свободного кроя, воротник-стойка, традиционный длинный рукав или его различные летние вариации. Если вам привычнее рубашка на пуговицах, выбирайте. У нас свое производство пришить или убрать карман не проблема. Есть даже рубашки с капюшоном. Цветов очень много, легко составить костюм с шортами и брюками. Или сочетать контрастные цвета, как эта яркая женская рубашка с капюшоном цвета фуксия и льняные белые брюки. Или мужские васильковые шорты и рубашка с коротким рукавом и капюшоном спокойного серого цвета. Не просто красиво, это защита вашего здоровья и, естественно, очень комфортно. На комфорт ориентированы все наши вещи. Джогеры и карго идеально для путешествий и исследований. Не стесняют движений, но и выглядят вполне респектабельно. Натуральный хлопок с минимальным добавлением эластана и оригинальный крой обеспечивают прекрасную посадку. Брюки с резинкой на талии мужские и женские вообще подойдут на любую фигуру. Женские укороченные бананы смотрятся естественно и элегантно. К брючкам подходят любые кофты и рубашки. Ваша вторая кожа шелковые изделия способствуют ее оздоровлению и омоложению. Самая благородная ткань всех времен и народов. Если вечера уже кажутся вам прохладными, наши костюмы из натурального хлопкового трикотажа всех размеров просто необходимы. Замечательный подарок себе и близким людям. Приходите в наш московский шоурум на земляном валу 7. Сможете примерить и потрогать. Увидеть наши замечательные душегрейки из оригинальных павлопосадских платков. Выбрать узор и цвет платка для единственной только вашей душегрейки. И как всегда ждем вас в интернет-магазине русскаяодежда.рф предсельмак за качественной и полезной одеждой с русским колоритом. Ну а у меня на этом сегодня все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока! Продолжение следует...